Привет всем мои хорошие! Сегодня будет видео для новичков в сфере и в индустрии красоты, красивых баночек, невероятных запахов, ну и так далее и тому подобное. У меня появилась подписчица, которая начала не так давно пользоваться косметикой и немножко ошиблась с выбором. И таких девочек, и девушек и уже даже женщин я встречаю довольно часто в своей жизни, которые не знают с чего начать свой уход, не знают какие марки лучше выбирать, не знают как определить свой тип кожи и очень часто выбирают крема не подходящие им по типу кожи. И у меня появилась идея снять такое видео с чего же все-таки начинать уход за лицом. Итак, первое с чего мы начинаем, это определяем свой тип кожи. Как бы банально это ни казалось, многие из вас подумают, да вы что, я же с детства знаю свой тип кожи. Не все так просто. Наш тип кожи меняется в процессе жизни. Чаще всего у детей до подросткового возраста, до лет 14-16, кожа нормальная, то есть она не жирная, не сухая, она нормальная. Поэтому до 16 лет в принципе не рекомендуется использовать никакие косметические средства, они просто не нужны. В 16 лет у многих начинается подростковый период. И конечно же многие мамы, бабушки, тети, да и сами девушки бегут в магазин за средствами с содержанием салициловой кислоты и спиртом. Это не совсем правильно. Для проблемной кожи можно использовать салициловую кислоту, но лучше взять раствор салициловой кислоты в аптеке и точечно лечить воспаление. И опять же не рекомендую в подростковом возрасте использовать тональные крема. Если уж совсем все плохо, возьмите консилер и используйте точечно консилер, она все лицо использует лучше пудру. Когда девушки начинают в более старшем возрасте, да, кстати, в подростковом периоде очень часто меняется тип кожи. Тут уже определяется кожа жирная, сухая, комбинированная или нормальная. Очень часто девушки начинают пользоваться косметикой намного позже, уже в 20, 22, 25 лет. Ну, так как до этого бывает проблем не возникает, потом не возникает. Ну, и исходя из того, что они раньше не пользовались ничем, чаще всего они свой тип кожи не знают. Итак, как определить свой тип кожи? В выходной день, когда вам никуда не нужно выходить, или у вас в запасе есть часа 3-4, с утра встаем и идем умываться. Умываемся лучше всего теплой водой с обычным детским мылом, без каких-либо средств, которые у вас стоят на полочке. Почему? Потому что детское мыло имеет нейтральный ПАЖ и не содержит никаких-либо добавок, которые увлажняют кожу или наоборот ее подсушивают. То есть оно нейтральное. После умывания не используем никакие крема, никакие маски, никакие тоники. То есть просто вытираем лицо полотенцем и все. Примерно часа через два нужно внимательно понаблюдать за своей кожей, как она себя поведет. Существует 4 типа кожи. Нормальная кожа, тут все понятно, как божий день. Нормальная, она и в Африке нормальная. То есть не жирная, не сухая, нет шелушений, нет покраснений, абсолютно все нормально, нет чувства стянутости на коже. Здесь все хорошо и такому типу кожи подходят абсолютно любые средства, какие вы не купите. Второй тип кожи это сухая. Сухая кожа чаще всего бывает еще плюс чувствительная, склонная к покраснениям и к шелушениям. Это не обязательное правило, но просто чаще всего бывает именно так. Здесь какие признаки? Через два часа после мытья, да в принципе практически сразу вы ощутите чувство стянутости. То есть будет такое ощущение, что вашу кожу вот так вот хорошенько растянули и притянули к вискам, к макушке. Если вы посмотрите в зеркало на свою кожу, если она у вас сухая, то будет видна такая как будто бы пленочка стянутая, будут неприятные ощущения и могут появиться шелушения. Чаще всего шелушения появляются в области акне. То есть если у вас какой-то прыщичек на лице, то вокруг него появится шелушение. Ну и в принципе также при сухой коже шелушение очень часто появляется вот здесь вот на подбородке, на лбу вот здесь появляются шелушения, шелушится носик, а щечки просто стянутые и в общем кожа выглядит ужасно. Значит у вас тип кожи сухой. Третий тип кожи комбинированная. Здесь в принципе тоже все понятно. Сухие щечки, чувство стянутости на щеках, но жирная Т-зона. Никаких шелушений, бывают покраснение на такой коже и такой жирный блеск, неприятный. И даже по ощущениям, если вы проведете по ту-зоне руками, останется сальный блеск такой вот неприятный, маслянистый на пальчиках. Такое ощущение будет не очень приятное. И кожа жирная. Кожа жирная это блеск везде, некрасивый блеск, очень такой видно сальный. Если вы по такой коже проведете, вы ощутите тот же самый маслянистый эффект на пальчиках, и очень такое неприятное ощущение на лице, будет хотеться умыться, вытереть это все, это кожа жирная. Что еще хотела сказать, очень часто путают сухую кожу с жирной или комбинированной, по одной простой причине, многие говорят, ну как же так, у меня жирница Т-зона, значит у меня кожа комбинированная или жирная, это не совсем так. Так, бывает при сухой коже жирница Т-зона, это происходит потому, что в организме, точнее кожа сухая и очень мало влаги на поверхности кожи, и организм вытягивает всю влагу изнутри из организма, и тем самым образуется жирный блеск на Т-зоне, с этим нужно быть тоже внимательным, на сухую кожу он проявляется часа через 3-4 после умывания, либо нанесения каких-то маскирующих, матирующих средств. Жирная кожа проявляет себя гораздо-гораздо быстрее, будьте с этим, пожалуйста, внимательны, если у вас все-таки есть шелушение и чувство стянутости после умывания, сильное чувство стянутости, то у вас кожа сухая, а не жирная, не заблуждайтесь. После того, как мы определили свой тип кожи, мы идем и залезаем в интернет. Да, именно в интернет. Мы не звоним своим подругам и спрашиваем, что же мне купить, у меня такая кожа. Запомните одно простое правило, то, что подошло вашей подруге, тете, маме, бабушке, не обязательно подойдет вам. Но, как повелось, обычно своим подругам или близким родственникам мы верим больше, нежели постороннему человеку на том же самом ютюбе или в какой-то телепередаче или еще в чем-то. И поэтому мое личное первое правило в выборе косметики, уходовой или декоративной, это не доверять советам подруг. Кожа у всех разная, волосы у всех разные, ногти у всех разные, брови и ресницы у всех разные, то, что подошло им, не обязательно должно подойти вам. И наоборот, если они говорят, что эта тушь ужасная, этот крем ужасный, это не значит, что он будет ужасным для вас. Итак, лезем в интернет. Первым делом, конечно же, лучше зайти на ютюб и написать в поисковике, например, уход для такого-то типа кожи. У вас вывалится куча видео, где вы можете посмотреть множество и множество независимых видео. Видео девочек, которые покупают эту косметику на свои деньги. Вы можете услышать и отзывы положительные или отрицательные. Вы можете также там услышать просто плюсы и минусы этой косметики. Там же вы можете услышать состав этой косметики, хороший он или плохой. После того, как мы посмотрели видео и нашли для себя несколько вариантов продуктов, которые вроде бы неплохие, на ваш взгляд, мы выписываем эти продукты на бумажку и лезем уже в интернет по каким-то косметическим форумам. На этих косметических форумах можно более подробно почитать про состав продукта, про его действия. Можно посмотреть на сайтах производителей, из чего состоит продукт, что он делает, как он делает и так далее и тому подобное. Конечно же, я советую отдавать предпочтение натуральной косметике, особенно в молодом возрасте, не забивать ее коллагенами, какими-то силиконами. Это нам ни к чему. Это все только забивает кожу. Следующий шаг. Когда мы уже определились с кое-какими продуктами, теми или иными, которые нам понравились, мы берем листочек с выписанными продуктами и идем в магазин. В магазине мы высматриваем глазками не консультанта, который работает во всем магазине, то есть есть продавцы-консультанты, а есть, например, консультант по марке Estee Lauder, есть консультант по марке Stix, Luminella, Real и так далее. И мы высматриваем глазками именно консультанта по конкретной марке. Объясняю почему. Потому что продавцы магазина, которые работают на весь магазин, конечно, они знают продукцию, но вы представьте, в магазине порядка 50 марок, и они знают их все. Но знают они их поверхностно, то есть они хватают только макушки на обучение и выдают вам эту информацию. Консультант, который работает на конкретной марке, он знает свою продукцию от и до, так как у них проходит специальное обучение. Ну и в конце концов он работает только на этой марке, и он знает свою марку идеально. Поэтому ищем именно консультанта по данной марке. Если такового консультанта нет, то тогда, конечно же, обращаемся к продавцу. И уже вот у этих людей вы спрашиваем вопросы, которые вас заинтересовали. Сушит, не сушит. Насколько хорошо действует. Ну и задаем все интересующие вопросы. Что важно конкретно при выборе продукта в магазине? Во-первых, мы не ведемся на название продукта. Если написано Natural, там, чего-то там, конечно, это хорошо, но обязательно читайте состав. В некоторых марках, например, таких, как Невея, написано там Natural Pure Zone. О, не Pure Zone. Ну, короче, Natural чего-то там. 95% натуральных компонентов. Но если вы почитаете состав крема, там будет в составе спирт, что очень нежелательно для любого типа кожи. Там будет в составе, по-моему, парабены, и много-много того, чего в креме присутствовать не должно, ну, или, по крайней мере, должно быть минимум. Это такое первое основное правило. Выбираем косметику с максимально натуральным составом. Второе правило, которое желательно при выборе косметики, особенно для тех, кто начинает пользоваться какой-то уходовой косметикой, это выбирать полную линию одной марки. И полную линию, то есть, там, средства для умывания, крем для лица, крем для век, тоник. Скраб можно выбирать, можно не выбирать. Это не обязательно. Если у вас, например, сухая чувствительная кожа, скраб можно не выбирать. Если жирная кожа, то можно выбрать. Скраб это по желанию абсолютно. Лучше, конечно, чтобы эти продукты были одной марки и одной серии, потому что обычно в одной серии добавляются схожие компоненты, либо компоненты, которые прекрасно гармонируют и сочетаются друг с другом. И при использовании продуктов одной марки эффект достигается лучше. Также здесь один есть важный момент. Если кожа молодая, то можно обойтись одним дневным кремом и одним кремом вокруг глаз. Использовать эти продукты и днем, и вечером. Если кожа более зрелая, то лучше отдать предпочтение крему дневному отдельно, и крему вокруг глаз дневному, и также кремам ночным. И пользоваться разными кремами в разное время суток. Да, совсем забыла сказать. Обязательно выбирайте маску для лица. Лучше брать просто увлажнение, потому что очищение вам будет достаточно при умывании. Лучше брать дополнительно увлажняющую маску. И еще вспомнила об одном заблуждении. Многие девушки с жирной кожей считают, что увлажнять кожу не нужно. Это не так. Любую кожу в любое время года нужно увлажнять. Это никак не влияет на жирный блеск. Это дополнительное питание и увлажнение для кожи. Оно должно присутствовать абсолютно для всех типов кожи. Еще одно правило. Не правило. Но если есть возможность, если на данные продукта ухода представлены тестеры, то обязательно протестируйте их на аллергии. Очень неприятные ситуации случаются тогда, когда девушка о своей аллергии может не знать. Ну, просто потому что она только начала пользоваться какими-то уходовыми средствами. И покупая целую серию каких-то дорогущих кремов, приходит домой, бац, а там аллергия. Поэтому лучше всего делать тесты на аллергию. В самом магазине вы можете спокойно вот сюда, на сгиб локтя, нанести немножко крема. И походить полчаса, погулять еще по магазинчикам. И через полчаса посмотреть, есть ли реакция или нет. Если реакции нет, смело покупайте данный продукт. Еще одно правило. Не покупайте много. То есть не надо брать кучу-кучу кремов, кучу гелей. Достаточно одного геля для умывания, достаточно крем для лица, крем вокруг глаз, тоник. Ну, и маска для лица. Еще одно правило. Не нужно вестись на средства, где написано, что там салициловая кислота. То есть читаем состав. Не должно быть много салициловой кислоты в составе. Ее должно быть немного. И желательно без спирта в составе. Также ко всему вышесказанному хочу добавить, что если вы пользуетесь декоративной косметикой, то выбирайте декоративную косметику с натуральными компонентами. Конечно, какие-то консерванты присутствуют в декоративной косметике практически любой, кроме минеральной. Но все равно старайтесь, чтобы там были какие-то растительные экстракты, масла, ну, что-то натуральное, что будет дополнительно ухаживать за вашей кожей. Также, помимо всего вышесказанного, можно использовать масла в уходе за кожей и маски домашнего приготовления. Для жирной кожи могу, все, что сейчас вспоминаю, для сужения пор очень хорошо работает яичный белок. Также элементарный способ очищения кожи. Такой способ лучше применять раза два в месяц. Берете аптечные цветки календулы, цветки ромашки, кладете в мисочку пару пакетиков, заливаете кипятком. Берете полотежка, накрываетесь полотежком и дышите минут 10 над вот этой водяной баней. Конечно же, это делаем после умывания. Поры наши расширятся и после этого можно аккуратно, чистыми руками, чуть-чуть выдавить черные точечки на носу. И главное, не трогать подбородок и лоб, потому что здесь шрамики очень тяжело лечить. После этого либо нужно нанести какой-то крем, сужающий поры, либо сделать обычную маску из яичного белка. Она очень хорошо сужает поры. Ну и в конце видео хотела сказать, что девочки, не ждите от любого косметического средства, будь то оно за 100 рублей, пусть за 2000, пусть за 10 тысяч, не ждите никаких нереальных результатов за первые 2-3 дня. Для того, чтобы крем подействовал, нужно месяц-два, а то и больше. Ни одно средство не работает быстро. То есть может быть моментальный эффект улучшения кожи, но это просто от того, что, например, кожа долго не получала каких-то компонентов, тут она их получила, и она быстро улучшилась, улучшила состояние кожи. Но через какое-то время вы можете заметить, что стали появляться опять там прыщички, еще что-то. Это не значит, что крем не работает. Это значит, что кожа чуть-чуть подпривыкла к этому крему, и ей нужно время, чтобы полезные компоненты этого крема накопились в коже и стали работать как часы. Надеюсь, я вам помогла. Если что, задавайте вопросы внизу, обязательно отвечу. Спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok